Нуса, здравствуйте, спасибо за ваше время для нашего телеканала. Как думаете, можно ли говорить об экономической интеграции Донбасса или хотя бы той его части, которая не под контролем находится сегодня Киева, в Российскую Федерацию? Это вообще модель экономической интеграции имеет какое-то право на будущее существование? Ну давайте, прежде всего, признаем, что за 7 лет, конечно, неподконтрольные части, они все больше интегрируются во всех направлениях. Я имею в виду экономическое, я имею в виду военное сотрудничество и то, что сейчас там не гривневая зона, а уже ходят рубли, это все потихоньку отдаляет наши территории от нас. И для этого, в общем-то, Россия делает достаточно много. Ну, справедливости ради нужно сказать, что действия того же Семенченко, Соболева по блокированию предприятий в январе 2017 года привели, по сути, к национализации всех значимых активов на той стороне. Я считаю, что здесь мы тоже, так сказать, своими действиями подлили масло в этот огонь. И на самом деле ситуация паспорта выдаются, ползучее участие в выборах, то, что приезды постоянно этих товарищей, то, о чем только что в сюжете говорилось. Ну и учитывая, что границы с Россией, так скажем, относительно открыты, то товары, продукты завозятся множество оттуда, нефтепродукция, уголь вывозится в Россию и оттуда уже дальше он едет. Либо на потребности российских предприятий, либо экспортируется дальше. Поэтому тут, хотим мы этого признавать или нет, то объективно идет такая медленная, но интеграция в пространство России. Но, как вы думаете, насколько эти процессы обратимы вообще? То есть вы прямо писали, такая вроде бы интеграция в состав России идет со стороны Кремля. И эти территории они, наверное, хотят видеть в составе отдельных областей, теперь уже, наверное, отдельных районов Ростовской области. Но насколько это все обратимо? Насколько вот сегодня отменяется блокада, например, и как быстро можно возобновить транспортное сообщение? Ну, это можно сделать достаточно быстро. На самом деле, проблемы с этим не существуют. Я имею в виду, автомобильные дороги работают, железнодорожные пути, ну, по крайней мере, восстановление. Мы все время рассматривали пути между Авдеевкой и Ясиноватой, состояние железнодорожных путей, которые были там перебиты. Даже их можно восстановить, в общем-то, в течение максимума месяца. И я считаю, что технических и технологических проблем по реинтеграции на самом деле их немного. Учитывая то, в каком состоянии находится экономика на неподконтрольном территории, учитывая какие проблемы с реализацией того же производимого металла, учитывая состояние, в котором находятся, ну, из коксахимов, которые остались на той стороне, ну, еле-еле там дышит. Самый старый коксахим, Янакиевский, и, по-моему, одна батарея Гордовского завода. То есть, по сути, знаете, все коксахим заводы, которые остались на неподконтрольном территории, за один месяц производят, они за год производят столько, сколько производили за месяц до агрессии, до блокады. Поэтому, ну, тут понятно, что в составе Украины, ну, скажем, будущее у промышленности Донбасса, оно гораздо более, там, перспективное, потому что, ну, наши меткомбинаты, как сахимзаводы, ну, сейчас работают на полную нагрузку, на максимальную мощность, тогда как на той стороне, к сожалению, минимальная загрузка, долги по заработным платам, заработные платы раза в три ниже, чем у нас, и, ну, вот я знаю, в Макеевке на коксахимическом производстве говорят, хотите, приходите работать, как бы, не хотите, не приходите, мы не знаем, когда мы вам сможем выбрать заработную плату, и зарплата там, ну, еще раз говорю, в три раза меньше, в три, в четыре раза меньше, чем в Украине, поэтому, ну, ситуация, почему? Потому что любая продукция, которая, там, исходит из неподконтрольной территории, она не может быть продана, ну, там, по-нормальному, по-нормальному, это так, как мы продаем на экспорт, по экспортным контрактам, потому что все это мутные схемы, которые, ну, прикрывают происхождение этого продукта, поэтому зарабатывают на этом все, кроме людей, которые производят, само собой, ну, и эти деньги исчезают в неизвестном направлении, исчезают в неизвестных карманах, и поэтому, там, ну, постоянная смена собственников, все это не от того, не от хорошей жизни и не от того, что эта хорошая жизнь там может быть как такова. Я думаю, что в существующей ситуации будет только ухудшаться, и нужно прикладывать все усилия для того, чтобы мы перешли к реинтеграции от слов к делу. Это важно, это действительно важно, но, знаете, вы сказали неизвестно, куда эти деньги идут, а вот я практикующий журналист, слежу за ситуацией уже 7 лет активно, мы внимательно следим за имуществом такого человека, как Денис Пушилин. Он себя называет главой Донецка сегодня. Так вот, он живет в прекрасном, роскошном особняке, может быть, даже нашего с вами общего знакомого Хановича, который он у него просто отобрал. И представьте, чтобы содержать этот особняк в центре Донецка, какие ресурсы нужно туда вкладывать, а где же деньги-то брать, если ежедневно расходы нужны на все. Вот у Дениса, видимо, такая, может быть, и схема, такая темная, серая, как эти деньги поступают. Но мы еще в сюжете, вот сегодня в нашей программе будем обсуждать еще один такой трек, который может получить развитие на неподконтрольной территории. Выборы в Думу якобы собираются проводить в том числе и на наших украинских территориях Донецка и Луганска. Даже видели уже эти десанты партийные туда, отдельных деятелей из числа бывших боевиков и депутатов Единой России в Госдуме, чтобы, значит, побороться за симпатии вновь обретенных граждан Российской Федерации. Как вы думаете, вот этот процесс вовлечения людей в избирательную гонку в Донецке, в нашем Донецке, это как вообще скажется, как власть должна украинская на это реагировать? Как мы должны на это все с вами смотреть? Нужно вести постоянную, понятно, дипломатическую работу, понятно, что нужно к этому делу привлекать всех наших партнеров и говорить о том, что происходит. Но я думаю, что они сами это тоже видят. Говорить о том, что обострять боевые действия из-за этого, наверное, никому из нас в голову не придет. Ну, и прежде всего еще нужно понимать, почему они это делают. Ну, кроме того, что создать видимость, так сказать, вовлечения в орбиту более плотного, ну, я так понимаю, что с симпатиями к этой Единой России и в России не так все хорошо обстоит, как они рисуют в своих избирательных бюллетенях. Поэтому для того, чтобы лучше, скажем, быть представленным в парламенте, возможно, для этого они тоже делают. Потому что мы же понимаем, что если в Донецке будут выборы, что голосовать пойдут не за слугу народа и не за ОПЗЖ, они пойдут голосовать за Единую Россию, потому что другие партии там представлены не будут.